Дройдер Чарт Представьте, что вы нашли какой-то интересный материал в интернете и сейчас у вас нет времени почитать или нужно срочно куда-то бежать. Все, что необходимо сделать, это нажать на специальную кнопочку в браузере и отправить данную статью, либо кусок статьи, который можно выделить, на ваш телефон. Таким образом, эта информация появится в приложении и можно будет впоследствии приступить к чтению. Сама читалка здесь сделана достаточно удобно. Как видите, оформление сайта сведено к минимуму, остается лишь текст и картинки. Есть ночной режим просмотра. Кроме листания вот такого в общем потоке вверх-вниз, можно включить режим и постраничного перелистывания, как в обычных книжках. Так что приложение наверняка пригодится вам, если вы много изучаете материалов из сети. Называется программа Read on Phone и занимает пятое место. На четвертом месте виджет под названием Animated Widget Contact Launch. Как видите, он предназначен для того, чтобы удобно пользоваться различными функциями, связанными с популярными контактами в вашем телефоне. Все, что нужно сделать, добавить на рабочий стол человека, точнее сказать виджет с человеком из вашей адресной книги, с которым вы часто общаетесь или часто переписываетесь. Ну, в общем, производите какие-то повторяющиеся манипуляции. После чего в таком вот кругляшке появится его аватарка. На нее можно щелкнуть и вы увидите список доступных действий. Это смска, это звонок, написать электронное письмо и вызов карточки контакта. Также в настройках можно указать различные дополнительные настройки, параметры, это время задержки, прозрачность, ну и так далее. В общем-то, достаточно симпатичный виджет. Называется он Animated Widget Contact Launch. Занимает сегодня четвертое место. А на третьем месте клавиатура из Android 2.3. Она стала весьма популярной, поэтому появилась на маркете. Выглядит она достаточно симпатично. Такие серые кнопочки, черный фон. Есть русский словарь, подсказки, приятные звуки. Также переключение языка сделано весьма неплохо, но эта фишка уже была. Честно говоря, появилась кнопка звукового ввода. Появился удобный доступ к специальным символам при помощи нажатия кнопки с точкой. Также можно и весь список специальных символов вывести при помощи отдельной кнопки. В настройках можно задать большое количество других параметров, чтобы персонализировать эту программу лично под вас. Это клавиатура для Android 2.3 и занимает третье место. А на втором месте программа 9.99, которая пригодится путешественникам и любителям отовариться в других странах. Что же она умеет? Умеет она совершенно простую, но очень полезную вещь. Это переводить иностранные валюты в ваши родные деньги, к которым вы привыкли и в которых вы умеете измерять цены. Все, что нужно сделать, это навести камеру телефона на цену товара, нажать по экранчику, и программа автоматически сосчитает число, которое там введено, и переведет его в вашу валюту. Если вдруг считывание не происходит, можно ввести цену вручную. Валюты можно выбрать либо по странам, либо по спискам валют, их достаточно много, а курс можно либо скачать в интернете, либо также задать собственноручно. В общем, достаточно удобная и многофункциональная программа. Называется 9.99, занимает второе место. А на первом месте, пара-ра-па-па-пам, сегодня игра Дрифтмания Чемпионшип. Это такие навороченные гонки, в которых не просто нужно добраться до конца уровня, но и совершать своеобразные манипуляции, точнее сказать, дрифты на трассе. Это весьма интересно и весьма необычно для гонок. Что здесь хорошо, это 3D-графика, которая уже видна и в меню, она весьма качественная. Множество автомобилей и множество трасс. Чтобы пройти трассу, нужно заработать определенное количество очков. Для этого не просто нужно доехать до финиша, но и делать качественные дрифты. Дрифты – это заносы на поворотах, если вы о таком термине еще не слышали. Управление выполнено следующим образом. В правой половине экрана, как видите, есть регулятор педали газа. Чем выше вы держите руку, тем эффективнее и тем сильнее ваш виртуальный гонщик нажимает на газ. Как видите, управление достаточно сложное, приспособиться нелегко. Это вызвано тем, что игра, собственно, на это и заточена. Нужно справляться с заносами, нужно совладать с физикой игры и этим она интересна. С левой стороны есть рычаг ручного тормоза, который тоже может пригодиться. Кроме этого, можно и ездить назад. Так что игрушка на долгие-долгие минуты и, возможно, даже часы развлечений. Называется она Driftmania Championship и занимает сегодня первое место. Обзор подготовили для вас Борис Веденский и Валерий Истышев. Заходите к нам на сайт. Драйдер.ру